Друзья, добрый день. Меня зовут Василия Плеханова, я руководитель проекта СИФО Кафе Финтак Стоп, организатор профессиональных онлайн-событий. Друзья, последние полторы-две недели одним из главных слов нашей действительности является слово «мобилизация». Практически каждый день принимаются новые законодательные правовые акты. У собственников бизнеса, у работодателей, к сожалению, не всегда оперативно и самостоятельно получается разобраться в них. Но между тем, у бизнеса возникли новые обязательства, новые риски. И мы с коллегами из аудиторской консалтинговой компании «Правовестаудит» и адвокатского бюро «Колой» подготовили для вас экстренный вебинар, в программу которого включили вопросы, ответы на которые вам обязательно нужно знать. Конечно, наши эксперты сегодня будут готовы ответить и на ваши вопросы. Ждем их в чате прямо под онлайн-трансляцией. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Сразу, друзья, отмечу, что да, видеозаписи и презентации наших спикеров будут вам доступны сразу после окончания вебинара. Вы можете возвращаться к ним, делиться с вашими коллегами. Но все-таки рекомендую смотреть в онлайне, чтобы стопроцентно получить ответы на ваши вопросы. Друзья, модерирую сегодняшнее мероприятие. Наталья Наталюк, советник налоговой службы РФ второго ранга, заместитель руководителя отдела консалтинга, ведущий юрист по налоговым и гражданско-правовым спорам аудиторской консалтинговой компании «Правовестаудит». Наталья вам подробнее расскажет про нашу сегодняшнюю программу, про наших спикеров. А я, друзья, с радостью передаю слово Наталье и желаю вам полезного мероприятия. Веселя, спасибо большое за представление. Ну что ж, всем самый добрый день. Тема у нас действительно сегодня очень актуальна. Информационный поток, связанный с мобилизацией и вообще с ситуацией, которая сегодня сложилась. Конечно же, очень много различных нормативно-правовых актов, проектов, каких-то разъяснений, чтобы вот эта информационная волна у нас не захвестнула. Да, и мы четко знали, что и как делать, что в рамках правового поля сегодня как раз наши спикеры подготовили целые инструкции, рекомендации из практики, которыми нужно смело руководствоваться. И три самых основных блока, которые сегодня мы будем с вами рассматривать, в первую очередь, трудовой вопрос мобилизации, все, что надо знать работодателю, если сотрудника мобилизовали. И Татьяна Тарасова, главный эксперт по налогам, по бухгалтерскому учету, по трудовому праву, сегодня как раз нам об этом расскажет. Но прежде чем передать слово Татьяне, я хочу сразу озвучить второй и третий блок. Второй блок тоже очень интересный. Как раз наша партнера, адвокатское бюро, Калой.ру. И как раз Калой и Хильгов, адвокат, управляющий этого адвокатского бюро, расскажет о том, какие есть ограничения в стране в текущей ситуации. Как это, естественно, влияет на бизнес, как защищаться собственником, руководителем и вообще должно ли государство защищать бизнес в России. И третья часть, тоже очень важная, актуальная, Виктория Варламова, главный эксперт по налогообложению, советник налоговой службы РФ второго ранга, как раз расскажет, как защитить бизнес в сложившейся ситуации и как сохранять стабильный доход. Как видите, темы самые популярные. Чтобы нам с вами не терять время, я сразу передаю слово Татьяне. Татьяна расскажет, напоминает про трудовые вопросы. Вы пишите, пожалуйста, тоже свои вопросы в чат, я буду их отслеживать и задавать нашим спикерам. Татьяна, вам слово. Да, всех приветствую. Доброе утро, Наталья, и все остальные тоже. Но давайте начнем сразу, не будем терять время, поговорим с вами про трудовые вопросы, что необходимо знать работодателю. Поэтому сейчас я включу демонстрацию экрана, то есть чтобы вы не только слышали меня, но также чтобы еще и видели на экране, то есть все нормативные акты, которые принимаются, будут приняты. То есть то, что необходимо знать работодателю. Ну вот обратите внимание, трудовые вопросы, мы убилизуем их работников, что делать работодателю. Сегодня с вами рассмотрим, что делать, если работник принес вам повестку, если наоборот из военкомата, то есть вам направили повестки, а вы должны вручить своим работникам, как рассчитаться с работниками. Ну и, соответственно, еще и как отчитаться в пенсионный фонд по мобилизуемым работникам, так как в пенсионный фонд мы должны сдавать ряд отчетностей. Ну, на основании указа президента постановление правительства Российской Федерации издало постановление, которое регулирует часть вопросов, что делать, если работник принес вам повестку для мобилизации. И то есть ряд вопросов вот этих постановлений правительства Российской Федерации номер 167 разъяснило. Но еще очень важный момент уже принят в третьем чтении проект федерального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс, который как раз-таки прописал практически все вопросы, связанные с приземлением на военную службу ваших работников, что делать работодателю. Ну, во-первых, четко закреплено будет в Трудовом кодексе о том, что в этом случае трудовой договор с работником не расторгается, а приостанавливается на основании заявления работника, работодатель издает приказ, то есть работник пишет вам заявление, прикладывает повестку. В повестку вы издаете приказ о том, что его призывают на военную службу и трудовой договор в этом случае приостанавливается. Заработникам в обязательном порядке сохраняется место работы, должность, то есть работодатель не в праве уволить работника. Также работодатель не позднее дня при остановлении действия трудовой договора обязательно должен выплатить заработную плату и все выплаты, причитающиеся работнику на момент издания приказа о призыве на военную службу. Это четко все будет закреплено Трудовым кодексом. Также время несения военной службы будет засчитываться во все стажи у работника, как в стаж для назначения пенсии, также в стаж для назначения пособия по временной нетрудоспособности. Единственное, что не будет включаться в стаж для досрочного назначения пенсии для тех работников, которые имеют право на льготное пенсионное обеспечение, и там только вот именно факт фактической работы во вредных условиях труда включается в стаж работы, дающий право на досрочные пенсии. После того, когда работник отслужит, то договор возобновляется в день выхода работника на работу. Это все четко будет закреплено Трудовым кодексом. Работник, в свою очередь, в течение шести месяцев после возобновления Трудового договора будет иметь право на очередной отпуск в удобное для него время. То есть целых шесть месяцев данные работники, которые возобновили работу после несения военной службы, будут иметь право на первоочередные отпуска, то есть по их желанию. Расторжение Трудового договора по инициативе работодателя во время несения военной службы будет запрещаться. Единственное, когда можно будет расторгнуть Трудовой договор, в случае, если организация ликвидируется, то, конечно, в этом случае будет расторгаться Трудовые договора с мобилизованными работниками. И можно будет расторгнуть Трудовой договор с работником, который мобилизовался на военную службу, если с ним был изначально заключен срочный Трудовой договор. И в случае, если работник не вышел на работу по истечении трех месяцев после окончания прохождения им военной службы по мобилизации, в этом случае уже работодатель будет вправе расторгнуть с ним трудовой договор. То есть, если именно он не вышел по истечении трех месяцев после выхода на работу. Чиновники Министерства труда и социальной защиты своим письмом от 27 сентября 2022 года в принципе разъяснило, как поступить работодателю, если работник принес вам повестку. То есть, как я уже повторяю, сохраняется место работы. Это опять же напомнило Минтруд и Минздрав соцразвития. Трудовой договор приостанавливается. Для приостановления трудового договора работник вам приносит повестку. В свою очередь, на основании этой повестки работодатель издает приказ о приостановлении трудового договора. Но сейчас зачастую, особенно вследствие вот этой пандемии коронавируса, зачастую большая часть персонала работает дистанционно. И между работником и работодателем только посредством технических связей есть общение. То есть, получается, что в принципе работник не может вам лично показать повестку, то есть принести повестку на основании чего вы должны ему приостановить трудовой договор. Но в этом случае направляется скан повестки работодателю о том, что пришла работник у повестки, уже на основании скана оформляются все документы. То есть, издается приказ, а вот дополнительное соглашение к трудовому договору о приостановлении его делать не нужно. То есть, достаточно только издать приказ о приостановлении трудового договора. Также Минздравсосразвития разъяснила о том, что не дожидаясь выплаты заработной платы на основании приказа о приостановлении трудового договора работнику должны быть выплачены все заработанные им деньги. Ну, скажем так, заработная плата за все отработанное время, но которое еще, то есть, вы не оплатили. Если вы платите работнику какие-то компенсационные выплаты, либо социальные выплаты, например, там, единовременные премии, оплата питания, материальная помощь и так далее, тоже выплачиваются в день издания приказа. И на основании письменного заявления работника, если он напишет вам такое заявление, и если у него отпуск продолжительностью больше 28 календарных дней, то та часть, которая превышает 28 календарных дней, может быть компенсирована деньгами. И обратите внимание на то, что компенсация за неиспользованный отпуск за весь период работы выплачивается только на основании увольнения работника. Об этом говорится в 127 статье Трудового кодекса. Поэтому в этом случае отпускный работодатель компенсировать не имеет права. Только отпуск, превышающий 28 календарных дней каждого календарного года. Причем только по письменному заявлению работника. В дальнейшем, если у вас существует система премирования, то в дальнейшем работнику может быть назначены и премии за периоды работы. Например, за месяц, за квартал и так далее. То есть за те периоды работы, когда он работал, пока с ним еще не было приостановления трудового договора. Если работник не успел сообщить работодателю о призыве на военную службу, то вполне возможно, что ему вручили повестку дома и тут же его призвали на военный пункт. И работник не дошел до работодателя. Пока вы не увидите повестку, если вам работник не прислал ни скан, ни лично ее не принес, то в этом случае основания на самом деле для приостановления трудового договора нет. Потому что у вас нет документа на основании чего нужно приостановить трудовой договор. В этом случае в табеле учета рабочего времени лучше всего просто-таки проставить код НН. За этот период времени работнику не начисляется заработная плата, так как это не выход работника по невыясненным причинам. А в дальнейшем, когда все-таки он вам предоставит такой документ, то оформить все документы о приостановлении трудового договора с призывом на военную службу по мобилизации. Что касается периода службы, входит ли это в стаж работы, дающий право на очередной отпуск? Пока разъяснений, конечно, таких нет, но если мы будем рассматривать статью 121 периода, включаемый в стаж работы, дающий право на отпуск, то там есть такой пункт, период отстранения от работы с сохранением, либо без сохранения среднего зарплата в соответствии с трудовым законодательством. Ну вот как раз-таки этот период подходит отстранения от работы, то есть неработы, без сохранения заработной платы. Поэтому думаю, что этот вопрос все-таки урегулирует, тем более вот в проекте, который принят в треничном чтении об изменении, который будет вноситься в трудовой кодекс, говорится о том, что все стажи за работником сохраняются. Полагаю, что и стаж для предоставления очередного отпуска тоже будет сохраняться. Ну, по этому поводу ждем пока дополнительные разъяснения. Что делать работодателю, пока работник несет военную службу? Зарплату ему начислять не нужно. В табеле учета рабочего времени просто можете поставлять свой придуманный код, потому что специального кода, постановления Госкомстата номер один нет. Поэтому вы можете издать приказ и какой-то присвоить буквенный код. Например, ну вот МВ я предлагаю мобилизацию на военную службу. Вы можете любой код придумать и, соответственно, пока сотрудник ваш будет нести военную службу, будете в табеле учета рабочего времени проставлять этот код. Как поступить, если уволили уже сотрудника в связи с мобилизацией? То есть, когда начали призывать, вот 22-го, 21-го числа, многие работодатели, согласно 83-й статье Трудового кодекса, с призывом в армию по аналогии, начали увольнять своих работников с выплаты двухнедельного пособия, как в связи с призывом на военную службу. И действительно, наверное, они были правы, потому что другой статьи никакой не было, про увольнение в Трудовом кодексе, про мобилизацию ничего не говорилось. Ну вот в этом случае вам необходимо издать приказ об отмене приказа об увольнении и сделать перерасчет в случае выплаты двухнедельного выходного пособия. Ну и работник типа вам будет должен направить сведения в пенсионный фонд по форме СЗВ ТД об отмене увольнения, сделать запись в трудовую книжку об отмене увольнения, если вы введете трудовую книжку на бумажном носителе для этих сотрудников, ну а также оформить все документы о приостановлении трудового договора. И обратите внимание, в принципе, если вы не отмените приказ об увольнении, то работник, либо его доверенное лицо, будет вправе обратиться с жалобой о том, что его уволили в связи с мобилизацией. Ну и на время, когда работник несет военную службу, вы можете заключать срочные трудовые договора с другими, ну то есть работниками, то есть принимать на работу временных сотрудников, так как предприятие действует и неизвестно на какое количество времени данное рабочее место освободилось. Если же к работодателю пришли повестки, чтобы именно работодатель их выдал работнику о призыве на военную службу, то вот здесь, к сожалению, нигде ни в каком документе не сказано, что делать в этом случае работодателю, каким образом поступить. Конечно, если работники на рабочих местах, то при поступлении повестки в организацию вы незамедлительно ему вручаете эту повестку, то есть он заполняет отрезную часть и заполненную отрезную часть вы возвращаете в военкомат. Но не всегда же у нас работники находятся на рабочих местах. Некоторые, может быть, находятся в очередных отпусках. Кто-то болит, кто-то сейчас находится в командировке. И работодатель, в принципе, у него нет возможности вручить лично под роспись данную повестку. Ну, в этом случае, конечно, вы должны постараться повестить работника какими-то средствами, ну, то есть электронной связи. Ну, а военкомат может направить с повестками приказ о том, что работник там находится в отпуске, либо болит, либо находится в командировке, и он не может срочно явиться из этой командировки. Обратите внимание, в Кодексе об административных правонарушениях за неоповещение работника о вызове по повестку, то штраф предусмотрен штраф от 1000 до 3000 рублей. Если сотрудники находятся все-таки в отпуске, обязан ли работодатель отзывать в связи с тем, что на сотрудника, на вашего работника пришла повестка о призыве на военную службу по мобилизации? Вот в Трудовом кодексе, в частности, в 125-й статье Трудового кодекса, у нас отзывать работника из отпуска можно только с его письменного согласия. Конечно, вам желательно уведомить работника о том, что его вызывают в военкомат и сроки, в какие он должен явиться, то есть любыми удобными для вас путями, то есть, например, на пара по почте, с курьерской службой и так далее. Далее, если же невозможно связаться с сотрудником, то на работодателя не возлагается обязанность разыскивать вашего работника, который находится в отпуске, и использовать его по своему усмотрению. И, в принципе, не обязан выходить на связь со своим работодателем в период очередного отпуска. Отчетность Пенсионный фонд на мобилизованных сотрудников. Обратите внимание, проекты постановления Пенсионного фонда о том, что необходимо направить в Пенсионный фонд формы СЗВ-ТД, СЗВ-стаж в установленные сроки. Ну, а также, так как с работниками трудовые договора не расторгаются, ежемесячно предоставляете форму СЗВ-М на каждого мобилизованного работника, так же, как и на любого другого работника. Так как у нас не было понятия, ну, то есть, вот приостановление возобновления трудового договора, обратите внимание, Пенсионный фонд, опять же, уже есть законопроект, что проставлять сведения СЗВ-ТД. Ну, то есть, когда приостанавливается, то, значит, в этом случае вы указываете приостановление, ну, в графах, где у вас был прием, увольнение, другие какие-то, другие кадровые приятия, а в графах 8 и 10 указываете реквизиты приказа о приостановке договора. Когда возобновится трудовой договор, точно так же направите СЗВ-стаж о возобновлении трудового договора. Ну, и в СЗВ-стаж будут внесены в порядок заполнения изменения, то есть, будет введен новый код военнослужащий, то есть, в графе 11 вы должны будете указать в дополнительных сведениях, то есть, когда сохранялось рабочее место, в связи с военной службой. И обратите внимание, СЗВ-ТД вы должны предоставлять в пенсионный фонд не позднее следующего рабочего дня после издания приказа о приостановлении трудового договора и не позднее следующего рабочего дня при возобновлении трудового договора. То есть, эти все законопроекты будут, соответственно, утверждены и будут внесены изменения в соответствующие нормативные акты. И последнее, о чем я вам хочу сказать, дело в том, что зачастую, когда работников вызывают по повестке, ну, там не сказано для каких целей, и видела я такие повестки, мне показывали участники различных вебинаров, и вот на аудиторских проверках показывают сейчас как раз вот на проверке, что вот повестка и какая цель непонятна. И зачастую просто работник проходит медицинскую комиссию, и его не призывают на военную службу, а он вернулся к вам, а вы уже ему приостановили трудовой договор в связи с повесткой о вызове на военную службу в связи с мобилизацией. В этом случае, конечно, тоже нужно все откатить назад, потому что здесь приостановления договора как такового нет. Здесь уже сдается приказ в произвольной форме о прохождении медицинской комиссии, и за время прохождения медицинской комиссии в этом случае вы должны за работником сохранить средний заработок. Более того, в трудовом кодексе сказано, даже если это была медкомиссия в другом населенном пункте, то вы должны ему выплатить все компенсации как по командировочным расходам, суточные, компенсацию проезда, компенсацию жилья. Ну а в табеле учета рабочего времени вы проставляете буквенный код Г, исполнение государственных обязанностей. Ну вот у меня все, это очень кратко, так как я понимаю, что время у нас ограничено. Да, Татьяна, спасибо, вопросов очень много, в частности, что касается выплаты премиальных, например, да, что делать с премиальными, если они уже, так, сейчас, секундочку, как раз вопрос еще поступили. Получается, что вообще с отпускными тоже надо выплатить работникам, которые призвали, или нет, то есть порядок выплат. Нет, отпускные выплачивать не нужно, отпускные выплачиваются за отработанное время и неотгуленный отпуск только при увольнении, здесь увольнение не происходит. Что касается премий, премии назначаются и выплачиваются сроки, которые установлены в организации для выплаты премии. То есть если у нас сентябрь месяц, и за сентябрь работнику положена ежемесячная премия, которая будет начисляться в октябре, ну то есть издаваться приказ будет в октябре, когда будут понятны результаты работы, то в этом случае со всеми вместе работниками, то есть не в момент приостановления трудового договора, а когда всем работникам будет выплачиваться премия, вот в тот момент времени и мобилизованным работникам тоже будет выплачиваться премия. Но перечисляться на карточные счета в банке. Если через кассу получают, но он сам не сможет получить, ну значит задепонирует. Ну сейчас в основном безданничным путем получаются все выплаты. Ну тут вот еще как раз по поводу возврата, то есть как работодатель может узнать, когда работник вернулся домой? Это ведь если только сам работник поставит в извещение. Да, да, на самом деле вот в трудовой кодекс тоже будут эти внесены изменения, я не стала их зачитывать, потому что возврат здесь непонятно, когда будет работник. Который вернулся из службы, ну то есть с военной службы, должен оповестить работодателя сам в течение трех дней. Если он не оповещает и в течение трех месяцев не выходит на работу, вот у меня там в слайде было, в этом случае работодатель вправе расторгнуть с ним трудовой договор. Ясно, а вот как определить конкретную дату, с которой начинает начать приостановление трудового договора? Дата, когда работник принес повестку, то есть и когда ему нужно, ну то есть прийти в инкомат. Из повестки дата берется. Ясно, и еще вопросов тоже много, а если повестки у работодателя все-таки нет, работник, например, позвонил по телефону и сообщил. Ну вот я сказала, что в этом случае пока работодатель не увидит явную повестку хотя бы в скане, лучше сначала просто НН ставить, не выходить по невыясненным причинам, потому что, вы знаете, позвонил, а сам за границу убежал. Такое тоже может быть. Вот на основании звонка я считаю, что лучше, нет, конечно, можно приостановить, просто потом придется откатываться назад, если повестки все-таки так не будет. И еще такие вопросы по поводу обязанности работодателя. Надо как-то информировать военкомат о невозможности передать повестку сотрудникам. Ну вот я уже тоже об этом рассказывала, потому что, конечно, вы должны, ну не должны, это нигде схема не прописана, но желательно сделать копии приказов на отпуск, в командировке о том, что вы не можете известить, ну то есть лично работников, то есть расписаться в повестке. Ясно. Так, ну все, подписал контракт. А вот есть еще вопрос, если сотрудник проводит, ну видимо на военную службу призвали, подписал контракт, но платит средний заработок, надо ли облагать страховыми взносами? Ну, на основании приостановления трудового договора работодатель не обязан платить никаких средних заработков. То есть работодателю не возлагается обязанность. Обязанность возлагается только если призываются на сборы, в этом случае платит средний заработок, начисляя страховый взнос, удержит НДФЛ, но этот средний заработок военкоматы должны вернуть. Это если на сборы. Ну тут очень много таких вопросов, очень тонких, не совсем урегулированных. Спрашивают, можно ли забронировать отдельных специалистов. Есть очень редкие специалисты, очень важные и нужные. Ну, это вопрос уже не ко мне. Я как бы сказала, что делать кадровику-бухгалтеру, а уже такие вопросы, которые регулируются, но не мной, скажем так. Да, сейчас коллеги в списке как раз подготавливаются, в том числе по оборонным компаниям, да, как раз и готовятся определенные. То есть как раз сейчас появляются соответствующие разъяснения, и все зависит, конечно, какой компании, чем она занимается, непосредственно распространяется на нее возможности выдачи в том числе брони своим работникам. И на кого конкретно, да, в частности, например, если это оборонные предприятия, так называемые, вот как раз вышло соответствующее разъяснение о том, что список, какие конкретно работники будут подготовлены. В основном это руководящий состав, который непосредственно связан, в основном основные работники, которые, например, какие-то военную технику собирает и прочие-прочие моменты. Ну что ж, Татьяна, большое спасибо. Всего доброго, до свидания. Да, до свидания. И я с удовольствием передаю слово следующему нашему спикеру, как я уже озвучила, вторая часть у нас тоже очень такая насыщенная и важная. Это как раз ограничения в стране, в текущей ситуации, что делать бизнесу, вообще должно ли государство поддерживать бизнесу, как, что, какие есть у нас права у бизнеса, можно ли защищаться, что делать, если призывают руководителя, собственника, ну как сохранить бизнес. Я с удовольствием приглашаю управляющего партнера, адвоката, адвокатского бюро Калой.ру, имеющего огромный опыт в защите прав и интересов бизнесменов, индивидуальных предпринимателей, руководителей, собственников. Калой, вам слово. Да, приветствую, друзья. Я, к сожалению, оказался не в Москве, срочно пришлось выехать, поэтому обещаю вам оттуда, откуда получилось. Вы уж меня простите. На самом деле, история с мобилизацией показала, что мы реально не предполагали в теле-мир развития событий. Собственно говоря, так всегда бывает, когда прилетает так называемый черный лебедь. Так было и в пандемии, так происходит и сейчас. Поэтому всякий раз, когда возникают подобного рода вещи, мы как будто бы сталкиваемся с новыми вызовами, с новыми обстоятельствами, с которыми раньше мы, естественно, не сталкивались. И приходится предпринимать какие-то шаги, которые мы ранее никогда не предпринимали. И здесь, к сожалению, это не исключение. И, наверное, я буду говорить больше про какие-то потенциальные риски, которые нас могут ожидать. Потому что, как показывает практика, мы еще в феврале не предполагали, что будет то, что есть не то, что сейчас, а тогда, что будет в марте, апреле и так далее. И даже в марте, апреле не предполагали того, что происходит сейчас. И сейчас, возможно, мы ровно находимся в такой же точке, когда мы не предполагаем, что может быть через месяц, два-три. Поэтому, мне кажется, анализ перспектив, скажем так, не самых радужных перспектив, он все-таки актуален. И думаю, что необходимо понимать, какие нас могут ждать перспективы в данном случае. Если мы говорим про перспективы, то, в первую очередь, конечно, хочу сказать, что хуже, чем сейчас, ситуация может случиться только если, например, вводить какое-нибудь военное положение. Либо в части регионов, например, в приграничной части, где у нас сейчас признаны новые четыре региона в составе России. Скорее всего, в этих территориях и приграничных территориях, таких как Курская, Белгородская, Смоленская области или Ростовской и так далее области, возможно, будут введены такие меры, как либо военное, скорее всего, это будет военное положение. И, опять же, наверное, мои слова звучат как-то очень, скажем, нерадужно, но, к сожалению, мы должны предусмотреть все варианты, потому что, как показывает нам история последнего года, ничего невозможного, к сожалению, нет. Поэтому, если, например, представить, что сегодня ввиду нападений на юридически, формально территорию России будет вводиться соответствующее военное положение, то, конечно, конституционное право такое у президента есть, есть соответствующая процедура признания военного положения таковым. И, соответственно, устанавливается особый правовой режим. И, к сожалению, опять же, как показывает практика, если вводим такой правовой режим в виде военного положения на территории каких-то регионов, он возможен с точки зрения закона, но это не означает, что юридически и фактически это будет только режим в этих регионах. Потому что, опять же, как показывает частичная мобилизация, во многих регионах она реально не частичная, а вполне себе масштабная и общая. И здесь могут быть аналогичные последствия и для других регионов, где фактически такого положения могут и не упадить. И еще раз хочу особо подчеркнуть и обратить ваше внимание на то, что сегодня никаких таких вот предпосылок для того, чтобы говорить о том, что военное положение будет введено, ну, по крайней мере, на политическом уровне, не высказывает. Но, тем не менее, мы должны понимать сами, оценивать сами, потому что, к сожалению, очень часто происходит так, что декларируемые вещи политическим руководством или чиновниками, они не всегда соответствуют тому, что происходит на самом деле в нашей стране. Коротко скажу о том, как вводится военное положение. Это, естественно, указ президента. Там определяются обстоятельства, послужившие основанием для введения такого положения. Время, да, с которого начинается такое военное положение. И после этого президент незамедлительно сообщает в Совет Федерации о принятом решении. И Совет Федерации, соответственно, должен... Совет Федерации и государственные, я имею в виду общий парламент, сообщает об этом, сообщается об этом везде в СМИ. И в течение 48 часов такой указ должен быть утвержден Советом Федерации. И вот теперь, что касается особого положения граждан и компаний в таких ситуациях, это, естественно, особый режим, где вводится контроль за въездом, выездом на определенные территории, где введено такое положение. Есть ограничение свободы передвижения по ней, есть ограничение по имуществу. То есть, если вдруг захотят, государство захочет использовать наше с вами имущество в такой ситуации, оно имеет право его изменить. Кстати говоря, у нас, помимо прочего, есть, кстати, кейсы такие, что вот сегодня в рамках закона мобилизации у бизнеса есть при необходимости такая обязанность предоставить транспортную повинность. Ну, ее назовем так, военно-транспортная повинность. Это когда в период мобилизации или военного положения граждане или компании должны предоставить по требованию государства то или иное имущества в виде автомобилей, например, в данном случае, или каких-то других применяет. И, конечно, в законе предусмотрены компенсации стоимости и так далее. Но вот у нас был кейс в Тульской области, когда руководители транспортной компании прислали письмо, что в соответствии с постановлением администрации, которая основывается на законе мобилизации, просим вас предоставить четыре единицы транспорта, находящегося в нормальном состоянии для использования, предоставить его для нужной мобилизации. То есть такое уже есть в некоторых регионах. И если вдруг, например, мобилизация станет фактически общей, как на всей территории страны, либо где-то будет введено так называемое военное положение, то в государстве есть такое право требовать то или иное имущество. Но, опять же, оно изымается, транспорт или иное имущество для нужной обороны, оно изымается, но в последующем, как говорится в законе, с последующей выплатой государством стоимости этого самого имущества. Кроме того, при военном положении устанавливается ограничение на выбор места, проживание, пребывание, жительство и так далее. Ограничивается порядок передвижения транспорта, осуществление досмотра, естественно, и так далее. То есть фактически создаются условия, при которых бизнес по-настоящему существовать на практике не может. Да, есть, конечно, определенные узкие сферы бизнеса, для которых, возможно, такое положение делать будет. Как говорят, не война, а мать родная. Но в целом, да, общий для, конечно, и для экономики, и для бизнеса это будет, конечно, очень-очень неблагоприятные последствия. Но пока, опять же, мы говорим, забегая вперед и рисуя плохие сценарии, но, тем не менее, нужно быть готовым, в том числе и к тому, потому что вот то, о чем мы сейчас говорим, о тех же увольнениях, ограничениях и так далее, это все мы себе не представляли там месяц-два назад. Мы себе не представляли, что будут такие очереди на границах. Мы себе не представляли многие другие вещи. Тем не менее, мы сегодня с этим столкнулись. И я думаю, что те люди, которые ранее, скажем так, прогнозировали и продумывали подобные варианты, для них сегодня, скажем, легче принимать те или иные решения. И поэтому я говорю о как раз тех самых плохих сценариях, которые возможны в данном случае. И мы должны быть, в том числе, к этому готовы. И военное положение – это как раз один из возможных сценариев, по крайней мере, на части территории России, на приграничной с Украиной части территории. Этот сценарий очень вероятен, особенно в свете развивающихся военных событий на линии фронта. И надо понимать, что если это будет реализовано, то это отразится на всех регионах, в том числе, конечно же, потому что, как мы знаем, акцент будет сведен на эти регионы, и в том числе и финансирование будет возможно. Безусловно, это все коснется и даже те регионы, которые не попадут под территорию введенного военного положения, возможного введенного военного положения. Теперь, что касается текущей ситуации. Здесь хочу сказать, что бизнес в основном, конечно же, сейчас страдает из-за сотрудников больше, потому что у них очень много вопросов у руководителей компании, в целом у бизнеса вопросов относительно сохранения своих кадров, потому что кадры, особенно для IT-компаний, вот у нас несколько IT-компаний, наши доверители, они страдают от того, что их сотрудников могут забрать. И вот сейчас мы как раз занимаемся тем, что мы через миницифры оформляем их. И вот даже с утра, сегодня должен был уехать один сотрудник на сборы, но с утра пришло уведомление, что он освобожден, и вот сейчас побежали все в хорум, военкомат, ну и так далее, и так далее. Я к тому, что основная проблема в бизнесе сегодня – это, конечно же, сохранение кадров и сохранение… Вот очень классный был спикер предыдущий, который очень объемно и прям по полочкам разложил все, что касается трудовых взаимоотношений. Я думаю, что здесь особо останавливаться на теме того, как увольнять руководителя. Естественно, это практически очень похожая история, но здесь возникает вопрос, а кому доверять, кому передавать бизнес, если, например, руководитель неизбежно призвали, и он неизбежно должен оказаться в каких-нибудь воинских подразделениях. Здесь есть, конечно же, вот тот самый алгоритм, о котором говорил предыдущий спикер, но есть какие-то такие, скажем, нестандартные решения с точки зрения оформления, передачи доли бизнеса, передачи права управления компанией и так далее. Здесь можно разворачивать отдельный вебинар на эту тему и, соответственно, говорить об этом очень долго. Но в целом сам спикер, который был до меня, он очень классно разложил, и все это применимо в том числе и к генеральному директору, и, естественно, с сохранением его места и так далее, и так далее. Что касается учредителей, у нас тоже есть проблема, что учредители бизнеса тоже рискуют быть призванными здесь. Я не говорю про то, какие там используются варианты отсрочек или освобождений. Это индивидуально с каждым нужно обсуждать и смотреть. На самом деле мы сейчас понимаем, что количество возможностей для отсрочки или освобождения от мобилизации становится существенно больше, чем было в первые дни. Даже в первый день, я бы сказал. В первый день в основном все опирались на законы мобилизации, на 18-ю статью. И, собственно говоря, исходили из нее. Сейчас есть еще указ президента о студентах, аспирантах и так далее, и так далее. Есть еще приказ Минобороны, есть Миницифры, которые тоже активно участвуют. Есть СМИ, есть спецсвязь, связь, мобильные операторы и так далее. То есть сейчас расширяется категория людей, которые освобождаются. Но, тем не менее, у учредителей бизнеса возникают такие проблемы. Но, в первую очередь, конечно, необходимо обеспечить правильную, юридически правильную передачу прав в случае, если, не дай бог, произойдет что-то нехорошее с учредителем, то тут должно быть. Многие считают, что это доверенность. На самом деле это неправильно. Доверенность здесь не спасет. Если, например, учредитель ушел на реализацию и его вдруг не стало, то доверенность перестает действовать. Здесь вступают в силу общие правила наследства по общим правилам. Если же он оставил завещание, то тогда это будет правильно. То есть он будет знать, что его наследство будет передано именно по завещанию. Вот здесь нужно понимать вот эту тонкость и не обходиться одной лишь доверенностью. Потому что доверенность, как я уже сказал, это в период, пока человек живой, он должен, соответственно, понимать, что риски есть самые плохие. И здесь механизм завещания, он гораздо более интересен. И механизм передачи права управления тоже может включаться в данном случае как эффективный механизм для того, чтобы сохранить бизнес и передать его в надежную руку. Еще раз скажу, что говорить об этом в рамках 15 минут, к сожалению, не так получится, как хотелось бы. Но, тем не менее, я думаю, что если есть вопросы, ну, может быть, какие-то конкретные вопросы, связанные с моделизацией и последствиями для бизнеса. Калой, спасибо большое. Как раз ответили на один из самых важных вопросов, что делать, как документально оформлять. Мы знали только доверенность или все-таки завещание. Я так поняла, что действительно лучше наличие двух документов сразу, и диагнотариус оформляется. Все право. Здравый поток. Да, совершенно верно. Да, и сейчас очень многих интересует, вот руководителей, как говорится, мобилизуют очень быстро и экстренно, да, и бизнес вроде как бы останавливается. Вот, может быть, пару слов, рекомендации, вот все, мобилизовали соответствующего руководителя. Что делать? А если он, то есть варианты, когда он успел действительно какие-то документы оформить, вариант второй, когда ничего нет. Смотрите, вообще надо понимать, что мобилизация, сама процедура мобилизации, она не одного дня процедура. То есть человек получил повестку, то есть он получает ее за несколько дней. Там за два, за три дня получается. Соответственно, он уже понимает, что он может быть призван. Этот люфт времени у него есть. Дальше он идет в военкомат, предоставляет соответствующие документы. Его же не тут же забирают. Ему дают вторую повестку и говорят, что через два дня, через три дня ты должен быть уже на сборах, например. Если там у него врачебная комиссия его пропустила и нет других оснований для освобождения, ему говорят, вот два дня, три дня на сборах. Если, например, он не успевает за это время оформить права, потому что мы сейчас знаем, что нотариусы, например, нам по 300 человек в день принимают. Это очень много, и у всех как раз вот эта вся боль. Это и доверки, это и право пользования, и наследство, и так далее, и так далее. Поэтому здесь есть люфт во времени, примерно неделю точно есть у человека. Даже если он не пришел в день по повестке, никакой уголовной ответственности у него не будет. То есть он может опоздать на день на преступление. Даже если он опоздал на день на два, он может там соответствующую информацию военкомату предоставить, что буду там вот такого-то числа. У нас был случай, когда военкомат, очень понимающий, он просто сказал, хорошо, сколько вам нужно времени, чтобы оформить все документы? Семь дней. Хорошо, вот вам повестка, через семь дней приходите. То есть есть такие. То есть тут человеческий фактор играет большую роль. Но в целом нет такой проблемы, чтобы не хватило времени для оформления. Возможно, я сейчас говорю только про Москву, и поэтому там все как-то более-менее упорядочено, и как-то в других регионах с этим проблемы, то, ну, если это так, то нужно понимать, проконсультироваться и понять, какие риски, если я, например, возьму запас два дня и не пойду на ту же мобилизацию, в смысле на тот же сбор или по той же повестке. Риски, на самом деле, минимальные, и лучше дооформить все, что есть. То есть, может быть, даже как-то письменно предупредим ВНКО о том, что вы являетесь учрителем крупной компании, вам для передачи права управления компанией, и вам для этого нужно время, и вы явитесь тогда-то тогда. Тоже как вариант, это вообще предупреждает, упреждает вообще от какой-либо ответственности, поэтому не вижу никакой проблемы в этом. А когда вот такое пишешь, ну, некую осрочку, да, просишь в письменном виде, то нужно как-то в двух экземплярах оформлять, чтобы там отметка была того же самого ВНКО, и как это направляется? Желательно, да, желательно это сделать в двух экземплярах, чтобы была отметка, плюс можно это направить, например, по той же почте. Мы же говорим это не для того, чтобы, не столько для того, чтобы там уведомить ВНКО, сколько для того, чтобы предупредить завтрашнюю возможную ответственность в отношении себя, потому что вы предупредили шаги, вы поступили добросовестно, вы поступили правильно, так как по-другому поступить не могли, при этом вы предупредили ВНКО, и тогда вы как бы освобождаетесь от возможной той же административной ответственности. И самое важное, Калой, вот очень много путаниц у многих, то есть когда уголовный, когда административ, то есть в большей степени, когда ты уже получил, например, повестку, когда грозит уголовная ответственность, да? То есть когда административ, когда уголовка, то есть вот эта черта, где она? Смотрите, смотрите, здесь все очень просто. Тех, у кого есть сомнения относительно статьи 328, которые предусматривают уголовное ответственность за уклонение от исполнения вводительской обязанности, здесь есть все очень просто. Есть плену Верховного суда, номер 3 от 2008 года, в нем четко сказано, что эта статья применима только к срочникам, то есть тех, кто подлежит срочной службе. Тех, кто уклоняется или не является по повестке на мобилизацию, вообще никакая ответственность, кроме административной, не предусмотрена. Административная ответственность предусмотрена в соответствии с статьей 21.5 Кодекса административных правонарушений, и там штраф в размере, по-моему, до 3000 рублей. Все. Уголовная ответственность может наступить только тогда, когда человек уже уехал на сборы или поехал уже на фронт, и оттуда уже там сбежал или не успел выполнять приказы и так далее. И там уже, да, там уголовная ответственность за 110 лет. Понятно, спасибо огромное. Еще спрашиваю, то есть каково ваше мнение, вот впоследствии, если генеральный директор покинул страну, какие действия нам следует предпринять в этом случае? Нам это кому? Ну, видимо, бухгалтера задачилась уже, да, возможно, да, вот пишет о том, что вот узнали о том, что срочно генеральный директор. Может быть, на логотике пишет. Думаю, что нет, не должны. Ну, смотрите, если он уехал за границу, в любом случае он остается на связи, у него есть право подписывать документы, он может, соответственно, продолжать исполнять свои обязанности, находясь за границей, в этом нет никакой проблемы. Вопрос, наверное, здесь, если это сотрудник компании спрашивает, то, на мой взгляд, продолжать так же работать, никаких ограничений в работе здесь нет. Но если эта история какая-то связана с личными взаимоотношениями, я имею в виду, как выстраивать с таким, ну, я думаю, что это больше не юридический вопрос, а, наверное, психологический, наверное, вопрос больше, то есть как нам вести себя, но продолжать так же работать, если отвечать по этому. Человек доступен, он на связи, он не вместо, но считайте, что он, условно говоря, работает дистанционно. А если у нас связь перестанет выходить, то есть вообще человек все пропал, ничего вообще не может? Ну, опять же, здесь нужно подождать, сколько времени пройдет, и уже после этого начинать предпринимать те или иные действия. Я имею в виду, это зависит от масштаба компании, это зависит от даже локации компании, от ее оборотов, от того, как там выстроено все внутри, потому что есть компании, которые настолько все четко выстроено, что сотрудники даже не замечают отсутствия руководителя. Такое тоже бывает, и они продолжают работать, и продолжают выплачиваться зарплаты, даже если руководителя нет. Ну, и если все замкнет на человеке, который отсутствует, тогда каждый принимает для себя решение. Для себя решение, ну, индивидуальная ситуация, понятно. Тут как раз продолжают, заинтересовались эти темы, то есть в трудовом договоре с генеральным директором надо внести тогда будут изменения в части работы и указать, что он теперь удаленно у нас работает. Да, да, это тоже возможно, да. Это, кстати говоря, касается и вопроса о вручении повесток. Если, например, работодатель получил у повестки уведомления для сотрудников, а у него сотрудники либо в отпуске, либо находятся на удаленке, то на работодателя нет никакой ответственности за невручение. Если человек находится в отпуске, выйти из отпуска он может только с собственным согласием, как мы знаем. А если он не выходит из отпуска, то работодатель тоже, соответственно, не несет никакой ответственности за невручение. Просто уведомляет военкомата о том, что у него Иванов, Петров, Сидоров находятся на удаленке в отпуске или там болеют, соответственно, вот вам их адреса, вот здесь они находятся, пожалуйста. Ну, там, естественно, приложить приказ соответствующий, и все, как бы компания освобождается от ответственности. То есть перекладывает ответственность опять на военкомат, получается. Хорошо, понятно. В частном порядке должен будет его искать, как и другого призывника. Понятно, Каллой. Ну, то есть, опять же, получается, что бизнес, вот, многих интересует, опять сохранился. Если вдруг случилось так, экстренно забирают. Хорошо, если у нас будет временное, это окошко, неделя, отсрочку возьмем, две недели, чтобы все это документально оформить. Извините, документально оформить, в том числе и доверенность завещания. Это самый важный шаг для того, чтобы, ну, скажем так, сохранить бизнес, сохранить активы. Это основная рекомендация. Я правильно понимаю? Ну, честно, да, совершенно верно. И скажу сразу, что вот в отношении руководителя компании я не слышал, чтобы было такое, что вот сегодня забрали и тут же его уезли куда-то, там, на сборы и так далее, чтобы день в день или на следующий день. Я про руководителя бизнеса такого не слышал. Ну, то есть, это опять человеческий вот этот фактор. Да. Он понимает о том, что нужно какие-то мероприятия, такие, в защите бизнеса. Конечно, конечно, конечно. Более того, есть всегда, в крайнем случае, есть такой инструмент, как военная прокуратура, есть такой инструмент, как губернатор. То есть губернаторы сегодня лично и головой отвечают за мобилизацию. И за те, условно, скажем так, сленговые косяки, которые допускают военкомы, тоже отвечают губернаторы. Поэтому письмо губернатору о том, что у меня вот на вашей территории есть компания с сотрудниками в 500 человек, а мне не дают ее переоформить, чтобы я уехал спокойно, оно будет очень существенно для губернатора. Естественно, он скажет, что с ума сошли, дайте человеку переоформить все. А то это же рабочие места, это же налоги, это же и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что это действительно инструмент. Спасибо большое, Калой. Спасибо. Ну что ж, всем нам удачи. Идем дальше. До свидания. Да, спасибо. Желаю вам. Пока. Желаю вам. Ну что ж, идем дальше. Что касается как раз рисков, рисков связанных в том числе с налогами, как сохранить прибыльность, сохранить активы, как раз расскажет моя коллега Виктория Варламова, совете налоговой службы РФ 2-го ранга, главный эксперт по налоговообложению. Расскажите нам, как же все-таки сохранить прибыльность компании, что нужно сделать на сегодняшний день. Всем добрый день. Действительно, сейчас очень остро стал вопрос, и налоговый контроль усиливается, и собственники, руководители бывают, переезжают за границу или их призывают по мобилизации. Давайте разберемся, какие действия можно предпринять, чтобы все-таки контроль за активами не ослабевал, контроль за активами компаний не ослабевал, и вообще мы могли сохранить стабильность доходов. Надо сказать, что сейчас, как никогда, бюджет нуждается в наполнении, и поэтому налоговый контроль будет возрастать. Уже многие компании это отметили, и эта тенденция, все знают, сохраняется с года в год, но сейчас особенно это остро стал вопрос. Бюджету нужны деньги, у кого их будут брать, понятно. То есть все зоры налогового органа как раз обратятся к добросовестным, успешным налогоплательщикам, тем, кто может заплатить бюджет, что им доначислят. То есть никто не пойдет к фирме-однодневке, что-то доначислять, с которой потом ничего не взыщешь. То есть понятно, что усилится контроль именно на добросовестных налогоплательщиков. И мы недавно на бизнес-полнике встречались с руководителями и собственниками компаний, и они сказали о том, что сейчас финансового аудита, обычного финансового аудита им мало. То есть им нужна именно тотальная проверка налогового учета, чтобы они были уверены, что налоговый учет у них в полном порядке. Напомню, что действительно при проведении обычного финансового аудита аудита смотрит лишь достоверность бухгалтерской отчетности, а налоги проверяют постольку, поскольку там могут быть существенные ошибки для бухгалтерского учета. Именно поэтому сейчас собственники-руководители хотят точно знать, что в налогах у них нет ошибок, что все документы правильно подобраны. Почему? Потому что некоторые компании отмечают, крупные компании, что раньше мы шли на поводу у налоговых органов, чтобы не вступать с ними в конфликты. То есть там, например, хотят нам что-то начислить, говоря, например, что наш контрагент недобросовестный или в какой-то спорной ситуации. Да, мы готовы пойти навстречу были налоговым органам, заплатить там, может быть, даже пару миллионов, но как бы это нам выходило дешевле, чем тратить время на споры. И теперь мы поняли, что эта ситуация как-то злоупотребляют иногда налоговики эти. Вот на практике такие жалобы тоже были. И мы теперь не хотим, да, сейчас средства оборотные в дефиците, и мы не хотим изымать оборотные средства на уплату тех налогов, которые мы не должны платить. И практика, конечно, показывает, что компании, у которых есть мощная юридическая поддержка, у которых отчетность подтверждена аудиторским заключением, они становятся не сильно интересны налоговым органам. То есть интерес к таким компаниям заметно угасает. Но прежде чем, будем говорить, вступать в споры с налоговыми органами, конечно, все хотят быть уверенными, что им нечего бояться, что у них все в учете, да, замечательно. Особенно даже если вы применяете льготы, например, у айтишников, у айти-компаний масса льгот, но мы все прекрасно знаем, что они под лупой в рамках камеральной проверки, да. То есть компании, которые применяют льготы, проверяют особенно тщательно. Вот. И я хочу отметить, что вот решением такой ситуации, безусловно, может являться проведение аудита по индивидуальному техническому заданию с углубленной проверкой налогового учета. И в нашей компании мы проводим системно-комплексный аудит, где проверяем, проводим проверку налогового учета, проводим аудит поэтапно, чтобы компании могли сразу представлять отчетность без уточненных деклараций, не привлекать к себе внимание налоговых органов. Вот. И также даем расширенные финансовые гарантии. Но об этом я чуть позже расскажу. Я просто хочу сказать, что даже при проведении обычного финансового аудита очень небольшая выборка первичных документов. И опять же, на встрече с представителями бизнеса собственники, руководители говорят, мы хотим, чтобы у нас все бумажки, извините, были на месте. Из-за аудиторской практики могу сказать, что довольно часто доначисление компаниям грозит не потому, что у них там недобросовестные контрагенты, или там каких-то документов, документы им не дали там поставщики, или там подрядчики, а довольно часто доначисление бывает из-за того, что просто нет внутренних документов, тех документов, которые компания может оформить самостоятельно. И вот при проведении системно-комплексного аудита, безусловно, выборка первичных документов намного больше. Мы проверяем не только налоговый учет на существенные ошибки, мы смотрим, чтобы не было вообще никаких ошибок. Ну вот приведу случай из практики. То есть, в компанию пришел новый главбух, и она увидела, что с ее точки зрения в бухгалтерии документ оборот настроен неверно. То есть, с ее точки зрения не хватает многих документов, которые грозят доначислением по налогу этой компании. Но, поскольку она человек новый, новая метла по-новому метет, могут сказать, еще нет, не было у нее достаточно веса, чтобы говорить бухгалтерии, которая всегда делала так, что у нее что-то не так, она обратилась с просьбой к руководителю провести инициативный аудит, и мы это сделали. Опасения нового главбуха подтвердились, ее профессиональная квалификация, безусловно, была подтверждена, то есть, что не было у компании, да, вот на чем, если бы не аудиторы пришли, а налоговая инспекция, то компании пришлось расстаться минимум с 50 миллионами рублей. То есть, вот что было не так у компании, вот для примера, то есть, компания, достаточно, ну, успешная компания арендовала для своих сотрудников автомобили, которые те, по факту, действительно использовали в служебных целях, но ни у кого в трудовом договоре не было оговорено, что у них разъездной характер работы, что они должны применять служебные автомобили, то есть, ни в трудовом договоре, ни в должностной инструкции таких положений не было. Кроме того, бухгалтерия просто так компенсировала сотрудникам бензин на основании чеков, да, вот просто чек принесли, компенсировали себе расходы на бензин, то есть, а для того, чтобы расходы на бензин учитывать, нужны были путевые листы, именно маршрут поездки, да, то есть, почему именно столько компенсировали бензина, а не какую-то другую сумму, да, то есть, должен быть расчет потраченного бензина, для этого должен быть маршрут поездки, кроме того, сотрудникам выплачивали премии, в трудовом договоре выплата премии не предполагалась, только один голый оклад, да, поэтому по результатам аудиторской проверки, что сделали, внесли измеи в трудовые договоры, оговорили премии, разъездной характер работы, сделали положение опримирования, да, то есть, вот эти восстановили путевые листы, заставили всех путевые листы оформить, написать, вспомнить, где ездили, какой километраж, все прошли, то есть, восстановили эти документы, и дальше компания уже работала, да, вот, можно сказать, в полном согласии с новым главбухом и законодательством, то есть, вот иногда из-за отсутствия внутренних документов компании могут грозить до начисления, вот, поэтому, если вы проводите аудиторскую проверку, проводите хотя бы по индивидуальному техническому заданию, дайте задание аудиторам посмотреть налоговый учет более, да, внимательно, и сделать большую выборку первичных документов и дать какие-то вам рекомендации, как я уже сказала, вот в рамках наша компания, да, вот, чтобы помочь руководителям, собственникам, да, стабилизировать свои доходы, чтобы не было каких-то неожиданных доначислений, сократить внимание налоговых органов, может предложить системный комплекс на аудит с расширенными финансовыми гарантиями, и, кстати, собственники, руководители говорят, вот мы хотим, да, вот именно такой аудит, да, чтобы быть уверенными, что к нам не прилетят какие-то нежданные доначисления, да, и мы хотим все-таки культурно спорить с налоговой инспекцией, если к нам какие-то предъявляют необоснованные претензии. Что такое системно-комплексный аудит с расширенными финансовыми гарантиями? Мы проводим поэтапный аудит с углубленной проверкой налогового учета, и если клиент соблюдает наши рекомендации, но приходит налоговая и что-то доначисляет по проверенному нами периоду, мы предоставляем юридическую поддержку, наши налоговые юристы представляют интерес налогоплательщиков в налоговой инспекции, и если отбить до начисления не удастся, компания ингострах компенсирует штрафы и пени. И здесь можно сказать, да, некоторые говорят о том, что, ну, вот как бы замечательно все звучит, страховка у вас есть от налоговых претензий, но когда идет до практики, знаем мы эти страховые компании, ничего не получишь, замучаешься потом в суды ходить. Но я хочу сказать, что страховка от налоговых претензий действительно работает, и в этом нам удалось убедиться совершенно недавно, вынуждены признать, хоть мне это неприятно, что недавно у нас случился страховой случай, то есть, да, аудиторы допустили ошибку при проведении проверки, проверяли компанию, крупная компания очень, и не увидели, что весь налог на прибыль компания перечисляла по месту нахождения главной организации, не распределяя на обособленное подразделение, то есть, глаз, видимо, замылился, никому просто в голову не могло прийти, что такая крупная компания допустила такую элементарную ошибку, то есть, с налоговой базой там все было замечательно, да, как бы претензий не было, но опять же, это увидел новый главбух, вот, тут же претензий нам, аудиторам, да, почему не увидели, компания хотела даже брать кредиты, чтобы заплатить налог по местонахождению обособленного подразделения, да, но этого делать не пришлось, наши налоговые юристы тут же подключились к ситуации, писали ходатайство, чтобы быстрее закончили камеральную проверку по голове, декларацию на уменьшение представили, да, выявили, соответственно, переплату, и буквально за две недели вместо обычных там трех месяцев прошли межбюджетный зачет, и компании начислили только пени, пени большие, 2 миллиона 800 рублей, но мы убедились, что действительно компания Ингострах платит всегда, как у них лозунг, да, вот эти 2 миллиона 800 рублей компания Ингострах без судебных разбирательств, да, она признала страховой случай и выплатила 2 миллиона 800 рублей нашему клиенту в целях вот компенсации этих убытков в качестве, да, пени, вот, что можно сказать, страховка действительно работает, но если бы компания проводила обычный финансовый аудит, да, то, скорее всего, клиент при такой ошибке не получил бы ничего, я хочу отметить, что вообще аудиторские компании не обязаны страховать свои риски, и если вдруг их, скажем, услуги нанесли ущерб собственникам бухгалтерской отчетности, то тогда можно на основании судебного решения, да, то есть обязательно суд должен быть попытаться взыскать саморегулируемую организацию из компенсационного фонда возмещение этих убытков, но в такой ситуации, о которой я сейчас рассказала, да, когда просмотрели, что не туда налоги платили, компании не удалось бы получить ничего, потому что этот ущерб был нанесен самой компанией, но не пользователем бухгалтерской отчетности. Отлично, когда аудиторские компании страхуют свои риски, но иногда нам задают вопрос, то есть вот особенно, когда речь идет о цене аудиторских услуг, то есть вот у той компании тоже есть страховка, и у вас есть страховка, ну и в чем разница, да, разница бывает очень огромная, я даже больше, чем уверена, что разница огромная, потому что мало у кого, я думаю, что даже ни у кого пока нет таких эксклюзивных условий, то есть посмотрите, что страхует аудиторская компания, как правило, страховые риски покрывают только стоимость аудиторских услуг, то есть иными словами, если вы заплатили за аудитор 400 тысяч, а вам доначислили пенни по виде, по мини аудиторов, да, 2 миллиона 800 рублей, как в нашем примере, то в лучшем случае можно будет взыскать только 400 тысяч, вернуть, да, стоимость аудиторских услуг, проведенного аудита, при проведении системно-комплексного аудита у нас расширение страхового покрытия, да, до 30 миллионов рублей, но все-таки будем надеяться, что нам это не пригодится, да, хоть и был страховой случай, но нам это не пригодится, потому что все, да, в учете будет замечательно, вот, поэтому всем рекомендую в целях, да, минимизации налоговых рисков, привлечения внимания к своей компании и необоснованной начислении проводить аудит, конечно, с максимальной пользой и страховкой от налоговых претензий, но сейчас есть еще одна тенденция, мы сегодня говорили, собственники, да, могут переехать жить за рубеж, или могут собственников также призвать по мобилизации, и собственники, конечно, будут переживать, а как быть уверенными в сохранности актива, что вообще происходит в их компании, и даже если они доверили бизнес с проверенным лицем, да, может быть, там, родственникам, своим друзьям, все равно нужно быть уверенным в компетенции тех лиц, которым они доверили свой бизнес, да, как говорится, доверяй, но проверяй, и здесь даже, ну, не столько, да, что можно людей подозревать в чем-то, да, в каких-то злоупотреблениях, а просто собственники хотят быть уверенными в компетенции тех лиц, которым они доверили бизнес, и здесь тоже аудиторская проверка, то есть мнение сторонних специалистов выходит на первый план, то есть собственник может быть уверен, что у него в бизнесе все в порядке аудиторы, если проведут проверку и скажут, да, все нормально, повысится доверие к финансовой службе компании, но аж если будут выявлены какие-то злоупотребления, то собственник сможет как можно быстрее принять решение или его доверенные лица, да, чтобы минимизировать эти убытки, и я хочу сказать, что и до мобилизации даже вот количество проверок именно на добросовестность сотрудников компании, оно возрастало, и это особенно актуально, когда действительно собственники далеко от своей компании, ну вот приведу пару примеров из нашей практики, то есть к нам как-то обратился собственник компании, которая занималась с продажной одежды, собственник проживал за рубежом, и его смутило, что генеральный директор как-то резко уволился, да, он взял и уволился, да, можно сказать, без объяснения причин, ну что мог сделать сам собственник, да, который, ну как бы он понимает бизнес-процессе, но не сильно понимает, будем говорить, документы обороте компании, да, то есть как это все проверить, ну провели инвентаризацию, увидели, что да, недостаточно полтора миллиона по складу, привлекли аудиторскую компанию, то есть почему, давайте разберемся, в чем причина увольнения внезапного гендиректора, и при проведении аудита выяснилось много интересных фактов, то есть, во-первых, складской учет, можно сказать, вообще не велся, бери что хочешь, донеси куда хочешь, ни оприходования товаров четких нет, ни материально ответственных лиц, то есть вот из рук вон плохо был организован складской учет, внутренний контроль, но выяснилась еще одна интересная деталь, гендиректор подделал документы компании, то есть подделал решение единственного участника компании и провел сделки, которые нуждались в одобрении, без одобрения участника, то есть он заключал договоров на займы, сам своей компании выдал займы гендиректор, под драконовские проценты, то есть получил доход в виде процентов по займам, которые вообще не нужны были этой компании, сам себе повышал зарплату, выписывал премии, пока был гендиректором, и собственник об этом ничего не знал, то есть там масса-масса нарушений вскрылась, как злоупотреблял гендиректор, пока собственник не обратил на это внимание, и по нашим подсчетам убыток, который был нанесен компанией, составил более 13 миллионов рублей, и вот наше аудиторское заключение могло стать материалами, в том числе для уголовного дела, можно было взыскивать и убытки через суд, но насколько я понимаю, там все-таки собственник с гендиректором договорились полюбовно, и собственник свои убытки обратно получил, то есть благодаря в том числе и аудиторской проверке, и также, кстати говоря, был случай, когда гендиректор ничем не злоупотреблял, просто управленческий учет, управленческий контроль был слабоват, то есть к нам обратился опять же собственник компании и говорит, а почему у меня прибыль есть, а денег нет, вот посмотрите, почему такое происходит, вот, и наши аудиторы смотрели, изучали договоры, что оказалось, ну, оказалось, что вот есть огрехи в бизнес-процессе, например, менеджеры по закупкам затоваривают склады, это была кондитерская фабрика, да, такая небольшая, но менеджеры затоваривают склады, то есть покупают продуктов, будем говорить, больше, чем это нужно для передачи в производство, и постоянно товарные запасы на складе были большие, да, не в тех объемах, которые нужны для производства, соответственно, занимались оборотные средства на оплату этих товаров, какие-то там уже срок годности истекал, то есть здесь могла быть личная заинтересованность сотрудников по снабжению компаний, да, в том числе, но это уже следственные органы могли выяснить, то есть до этого не дошло, да, то есть вот такие были, кроме того, никто не работал с дебюторской задолженностью, проанализировали договоры, оказалось, что менеджеры по продажам предоставляют какие-то необоснованные скидки покупателям, дают необоснованные отсрочки, это все потому, что в компании не было маркетинговой политики, не было внутреннего контроля, когда ставятся визы там на договорах, например, с покупателями, да, то есть кто-то проверяет цены, указанные в договоре, правомерно ли там скидку предоставили покупателю и так далее, то есть все эти, будем говорить, замечания были данной компании, данной были рекомендации по устранению недостатков, в частности, да, то есть усилили контроль, организовали систему внутреннего контроля, то есть взяли под контроль договоры на продажу, на приобретение, да, все расписали, сколько чего, при каких условиях надо закупать, по какой цене продавать, вот, также взяли юриста на работу с дебиторкой и в результате вот этого, да, в результате этого аудита компания высвободила более 100 миллионов рублей свободных денежных средств, то есть а так уже, да, и кредиты хотели брать, почему же денег-то нет, то есть прибыль есть, оплатить нечем, вот, и очень часто бывают ситуации, когда, да, сотрудники злоупотребляют, но я говорю, часто бывают ситуации, когда вот нас приглашают на инициативный аудит по специальному заданию, да, то есть проверьте, что у меня происходит в компании, выявляются, то есть просто тогда, понятно, без сомнения, редко кто приглашает провести такого вида аудит, и как бы в большей части подозрения, конечно, собственников оправдываются, к сожалению, то есть когда кто-то там уводит договоры на собственные компании, да, кто-то там, как я уже сказала, предоставляет необоснованные скидки, извините за откаты, да, то есть бывают такие недобросовестные менеджеры, это все безусловно нужно контролировать, поэтому, если так случается, что собственник вдали от своей компании, хотите быть уверены, что у вас все замечательно, да, пожалуйста, проводите аудит по специальному техническому заданию, то есть включайте в техническое задание, проверку, да, вот злоупотребление сотрудников, там, состояние внутреннего контроля, управленческий учет, то есть это все тоже аудиторы могут сделать, посоветовать вашим доверенным лицам, родственникам, да, кого вы там на хозяйстве вдруг оставили, да, что можно сделать, чтобы контролировать свою компанию, поэтому, подводя итог, я хочу сказать, да, вот у нас как бы сейчас на первый план вышло, да, две задачи, то есть не платить там, где не надо платить, то есть снизить внимание к своей компании, защитить свою компанию, в том числе налоговыми юристами, да, вот, и здесь, безусловно, на мой взгляд, поможет системно-комплексный аудит со страховкой от налоговых претензий и расширенной проверкой налогового учета, и вторая тенденция, собственник, да, за рубежом, здесь, да, одно другому не мешает, да, то есть у нас все равно у этой компании может оставаться цель, да, минимизировать внимание налоговой службы, и есть вторая цель у собственника, да, удостовериться, что все, финансовая служба, да, или доверенные лица бизнес ведут правомерно, вот, и здесь, безусловно, поможет проведение аудиторской проверки, да, с максимальной ценностью, поэтому хочу напомнить, если вам, вы заинтересовались проведение максимально полезного аудита, аудита со страховкой от налоговых претензий, вы буквально за одну минуту, перейдя по QR-коду и поставив 4 галочки, за одну минуту вам придет на электронную почту приблизительный расчет стоимости аудиторских услуг в нашей компании. Пожалуйста, познакомьтесь с нашей компанией, всем советую, и я хочу сказать, что вот я могу, если бы меня спросили, да, как ваши аудиторы, вот я могу поручиться за каждого нашего аудитора, потому что все наши аудиторы состоят в штате компании, у нас все только штатные сотрудники, вот, и которые проходят повышение квалификации, и в компетенции которых мы уверены на 100%, вот, ну, несмотря, да, на наличие страхового случая, но с каждым бывает, да, не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот, есть ли какие-то вопросы, Наталья? Вопросов нет, видимо, так понятно, действительно, на сегодняшний день, помимо того, для того, чтобы сохранить активы, для того, чтобы сохранить бизнес, в целом, да, нужно позаботиться не только, причем заранее желательно, да, не только о доверенностях, о завещании, но, конечно же, еще подумать о налоговом контроле, я как налоговый юрист тоже не могу, вставить свою лепту, да, в то, что сказала Виктория, действительно, налоговый контроль, он ослабевать однозначно не будет, потому что, там, основной источник, сами понимаете, да, пополнение бюджета, и более того, конечно, мы сейчас очень отслеживаем, какие планируются, может быть, послабления, да, в сфере налогов, налогового контроля, налоговых обязательств, пока ничего нет, да, что касается, в том числе, мобилизованных, и физических лиц, и, что делать, кстати, сегодня у нас на сайте появится информация, что делать компаниям, если работников вдруг призывают, да, то есть, что связано с налоговыми обязательствами, по сути, ничего не меняется, единственное, о чем говорит федеральная налоговая служба, ну, скажем так, делегировать полномочия, если еще не забрали, как говорится, руководителя, либо гражданина, постараться оформить соответствующую доверенность, лучше уже, как бы не печально звучало, все-таки еще и завещание, все в жизни может быть, вот, и если уж случилось так, что мобилизовали, допустим, работодателя, соответствующего руководителя компании, будем говорить так, то нужно уже позаботиться, чтобы получить соответствующую доверенность в том месте, где он находится, в рамках уже частичной мобилизации, или, как говорил Калуй, на грани военного положения, то есть тоже нужно получить доверенность, ну, если соответствующие собственные правоводители находятся за пределами РФ, конечно же, бизнес в любом случае должен, скажем так, продолжать свою деятельность, и, может быть, какие-то будут послабления в части от срочек, раз срочек поживем, как говорится, увидим, но полностью освобождать от исполнения налоговых обязательств однозначно никто не будет, поэтому, чтобы сохранить свой бизнес, важно позаботиться уже сейчас о налоговой безопасности компании. Я присоединяюсь, я присоединяюсь, конечно, к Виктории. Ну, что ж, вопросов больше я не вижу, так, что касается части выступления Виктории, Виктория, большое спасибо, все четко, как всегда, понятно. Спасибо, до новых встреч. До новых встреч. И, коллеги, что я еще вижу, здесь как раз вопрос касается выемки тоже документов, то есть не могу оставить без внимания документальное оформление, вот Наталья спрашивает, расскажите, пожалуйста, документальное оформление бухгалтерской налоговой учет при изъятии техники в организации. Наталья, если речь идет о выемке документов, это статья 94 налогового кодекса, по документальному оформлению это обязательно должно быть в налоговом органе мотивированное постановление на проведение этого мероприятия по изъятию предметов, носителей информации, обязательно понятые, как минимум два человека все это происходит и результат выемки это протокол и опись изъятых документов, поэтому внимательно читайте протокол и настаивайте на том, чтобы опись изъятых документов была максимально полной и четко отражала, какие конкретные документы у вас изъяли, это тоже ваша налоговая безопасность. Ну что ж, всем огромное спасибо за внимание, основные вопросы, которые вас интересовались, попробовали изложить, что касается вопросов по постановлению по уголовной ответственности срочников, я вам реквизиты тоже отправила. Ну что ж, всем нам удачи, мирного неба, насколько это возможно благополучие, будем делать то, что должно и, как говорится дальше, что будет, как будет, будем надеяться на лучшее. Всего доброго, с вами была компания Проезд Аудит, до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok